Здравствуйте, дорогие участники фестиваля Golden Time Canada. Итак, в нашей первой категории джазовый вокал у нас представлена Молли. И мне очень понравилось исполнение Lullaby Birdman. Почему я не могу сказать про остальные песни, также в эстрадном, во второй категории эстрадный жанр. Нужно побольше поработать над красками, слишком все однообразно. То есть, если я должна быть на вашем концерте, мне не будет не хватать разнообразия красок голоса. В следующей категории эстрадный вокал Анастасия Пономаренко. Обращаюсь к вам, потому что мне в принципе кажется, что у вас большой потенциал. Но надо пересмотреть, как вы исполняете песни. Это больше похоже на «мне нравится», как я исполняю эту песню. А должно больше быть сосредоточенности на содержании. Тем более, что особенно вторая песня имеет довольно весомый смысл. Поэтому постарайтесь дать большее внимание на слово, отношение к слову. Больше похоже как бы на самолюбование. Идем дальше. Аполлинария Безмакова. Очень интересный голос. Но должна сказать, что произношение я сначала с трудом поняла, что это по-английски. Очень похоже на испанку, которая поет по-английски. Не знаю почему. Но вот создавалось такое впечатление. Поэтому поработайте немножко над английским акцентом. В Нью-Йорк. Вот в этой песне «Нью-Йорк». Не знаю, как она точно называется. Но песня про Нью-Йорк. Первая песня. А вторая песня «Спасибо, жизнь». Тоже немножко поверхностная, на мой взгляд. Она более такая, знаете, как некий марш. Больше декламации должно быть, больше весомости в голосе. Подумайте на эту тему. Идем дальше. Мне понравилась Людмила Довшан. Марина Замышляева. Из этой же категории. Дальше Ольга Далечко. Мне показался немножко странный образ. Если честно, в клипе. Немножко странный образ. Прическа и одежда, который не совсем ввязался со смыслом песни. Но это мое мнение. В принципе, все было хорошо. Но какой-то, мне кажется, образ должен быть более, не знаю, раскованный. Потому что прическа была слишком такая, как классическая. То есть что-то другое в образе должно быть, чтобы провоцировало на то, о чем вы говорите в песне. На какие-то другие поводействия. Далее. Хотела обратиться к Сандре. К сожалению, Сандра, подобного рода записи не годятся для конкурса. Мы не можем оценить запись, которая сделана с ошибками. Где вы там начинаете, потом второй раз начинаете. Вы же можете это переписать. То есть постарайтесь отъяснить. То есть это не... Я уже говорила в предыдущих комментариях, начиная с первого конкурса. Мне казалось, что все, прислушиваясь к моим комментариям или смотря комментарии других членов жюри, стали пришивать хорошие и более-менее качественные записи. Даже в домашних условиях. В данном случае и само исполнение все больше похоже на домашнее музицирование. Да, у нас все-таки больше уже уровень конкурса растет. У нас не такая самодеятельность. А есть и профессионалы, и полупрофессионалы. Но все стараются выглядеть на уровне. То есть это все-таки конкурс, фестиваль. А не просто послушайте, есть ли у меня голос, и скажите мне ваше мнение. Далее у нас идет следующая категория. Это композиторы. Вот композитор-исполнитель, автор-исполнитель. Дмитрий Плакуев. Очень неплохо. Идет академический вокал. Ну вот Анастасия Матвиенко. Я вижу, что вы юная, начинающая. Но, к сожалению, пока вы меня не убедили в том, что вы Кармен, не по внешнему виду. Ну, точнее, костюм был, но вы, наверное, знаете арию, которую вы выбрали. Это ария, которая предвещает смерть Кармен. Ну, вы об этом и поете. Но в образе ничего из этого не было. Все было затянуто, растянуто. И никакой трагедии не произошло. Ну, и еще у меня, если честно, есть сомнения по поводу того, что вы Медо-Сопрано. Пока, как бы, больше... Ну, или фалькон, то есть, так вот, между сопрано и Медо-Сопрано, возможно. Или вообще сопрано. То есть, под тембр меня вот как-то не убедил. Исаева, очень хорошо. Украинская народная песня прекрасна. Акустика подкачала, но тут не вы виноваты. Немножко слишком много голоса для такого, да, гулкого помещения. Оми Бобинокаро, хорошая идея, но поработайте побольше над пьяно, да. То есть, не... Ну, потому что вы отворачивались и так далее. Там были... Можно сделать лучше, можно сделать более... Такая филигранная должна быть работа, да. Эта ария слишком известна. Дальше. Виктория. Сторож Виктория. Значит, будущее будет хорошее, я думаю. Голос у вас очень интересный. И перед этим вам очень-очень подходит. Но были какие-то стоячие ноты, да. Я вам желаю искренне успеха. Но еще вот до такого высокого уровня профессионального надо немножко поработать. Следующая у нас категория – это художники, живопись. Очень впечатлила... Ой, простите. Это следующая у нас работа. Не художники. Далее у нас обработка. Дмитрий Петренюк. Мне понравился. Далее у нас дуэт с гитарой и барабанами. Очень государственная установка была интересная. Сочинивший Гавод. Гавод мне очень понравился. А вот с Минуэтом я не соглашусь. Во всяком случае, название. То есть картинку, которую вы подобрали, картину, которую подобрали под второе произведение, оно очень подходит. А вот название Минуэт как-то совсем для меня не вписалось. То есть я бы переделала название. Гавод, ну, может быть, под конец, вернусь к Гаводу, может быть, под конец что-то там было... Нет, под конец было хорошо. В серединке что-то было затянуто такое где-то как-то. Но в общем и целом впечатление было очень позитивное. Второе произведение тоже интересное. Интересное, но вот с названием никак у меня не связалось. Во всяком случае, для меня Минуэтом это нечто другое. Далее у нас идут художники. Вот как раз я про них говорила. Наши юные художники. Мне очень понравилась работа Даниила, Горы. И Анастасия порадовала своей работой. И у Михаила, последнего участника из Израиля, не все картины. Но картина, где есть портрет. Вторая картина с портретом. Очень интересная и меня очень впечатлила. Ну вот, еще хотелось бы обратиться. Некоторых участников я, естественно, не назвала. В силу того, что у нас ограниченное время. Не могу рассказать про всех. Хотелось бы обратиться опять с просьбой. Запись присылайте, пожалуйста, качественные записи. Я понимаю, что вас снимают на конкурсах или на концертах. Но когда вы пытаетесь прислать сюда запись, где ничего не понятно, где звучат какие-то другие голоса, кто-то разговаривает на фоне того, что вы поете, фонит микрофон. Ну, лучше сделать тогда в домашних условиях ту же самую запись. Это будет лучше, чем якобы на сцене, но ничего не понятно. Даже невозможно оценить. Вот, пожалуй, все. Желаю всем успехов и здоровья, потому что ситуация довольно сложная в мире. Поэтому берегите себя. Надеемся, что все разрешится к лучшему. И мы продолжим наши... Вообще, во всяком случае, конкурсы онлайн могут продолжаться. Даже при записи в домашних условиях.